Краснодиванные разговоры 11 часов 8 минут и вот, пожалуйста, гость у нас уже здесь, на нашем красном диванчике Да, пришел к нам Армен Сарксиан, это Another Story Band, группа, основатель, лидер, вокалист, я не знаю, там, идейный вдохновитель Ну, скорее всего так, с новой песней, между прочим Доброе утро Привет, привет Доброе утро, как называется песня? Называется песня Heisenberg Мы даже догадываемся, по какому случаю Вы догадываете, про кого это? Да, да Ну, у нас сейчас такая ситуация, вот друг за другом песни пошли, которые посвящены Посвящены празднику Ну, уже скоро будет праздник Ну, праздник, который посвящен Армен, а это как бы сингл или это часть альбома, или что это за песня? И вообще, что происходит в вашей группе? В группе все хорошо В этом году, в 2017 году, мы уже собираемся снимать новый альбом Это одна песня из альбома, которую недавно уже сделали Подготовили песню, готова, скоро уже остальные песни уже... Зачем вы бороду отрастили? Я вас помню совсем молодым, лет 7 назад, еще в Шансе вы были как бы это самое... Безбород В основном, рок-версия, это альбом У нас все песни по разному, по разному версию В разных стилях, да, песни все? Да, это альбом выходит под энергетику, под рок, все, эта песня отличается... Роковая песня? Да, роковая песня Хорошо Скоро услышу Все Кстати, опыт службы в армии есть? Да То есть, это взято не откуда-то так, по словам? Так вы после армии бороду отрастили все же? Вы хотели отрастить бороду Меня же интересует все, что связано с растительностью и колючками Я служил в пограничных войсках в армонежском отряде Да Кстати, песня 10 лет назад, как я написал эту песню, в 2007 году, 10 января, уже через 10 лет А почему она уже готова? Меня всегда интересовало, вот вы говорите, что вот песню написал, это за один день происходит написать песню или вот 10 января? Я не могу сказать, когда это... Мне сказали 10 января, вот Да, у меня привычка, когда я пишу песню, я дату Пишу, да, дату Подписи А почему ты 10 лет ждал? Ну, тогда в группе уже скоро в ноябре, в этом году в ноябре будет 10 лет, тогда у нас опыта тогда не было, когда... Зан только начинали Ты перерабатывал за это время? Да, да, конечно, да По-моему, я тоже планирую Надо, как бы, качественно все записывать, а тогда еще и возможности не было записывать Так бы, мы еще и плохо играли Ну, хотел бы, чтобы хорошо Ну, насколько мне было известно Another Story Band в основном перепевали песни Цоя, это ваша, как бы, такая вот была карточка визитная Да, это наше ключевое такое То есть теперь, благодаря этой песне и твоему приходу, становится понятно, что вы пишете и другие вещи тоже? Да, совместно, Another Story всегда у него было авторские песни и репертуар русский рок Да Ну, потом мы отделили, да, все эти программы Ну, русский рок, так бы, вперед пошло, так бы, концерты много уже, играем А вы где играете концерты, подожди? В разных клубах, пабах играем Да? Очень хорошие песни Я знаю, а сколько своих песен, извините, а сколько своих песен? Примерно 51 уже А, 51 песен Ну, это солидное количество, и вот такой встречный наш любимый вопрос Можно ли заработать на жизнь с помощью группы? Можно Аптимист? Да В данный момент я в этой положении А в группах неплохо платят, я скажу Я зарабатываю деньги на музыку и обеспечиваю семью и живу Ну, то есть, никакой профессиональной деятельности, да? Ну, недавно я зашел в телеканал, три месяца, но до этого я всегда зарабатывал первочное место, это у меня была группа Ну, вот отлично Ну, в Армении, конечно, это трудно, очень трудно, но... Клиха, беда, начало... Да, я просто очень строго держал свой путь, держу до конца, сколько зарабатываю, столько и живу Сколько зарабатываешь, столько отдай жене Да Я же только что прочитал Да, вот хорошую вещь Где-то примерно 25-30 человек Вот сейчас сколько у вас? Сейчас десять человек Ух ты! Десять человек и все живут на клубные деньги Это в таком клубе ты работаешь? Мне тоже спектакли в клубе Скажи, можете, я туда пойду? Я не знаю, кто как зарабатывает, но наши музыканты играют и в разных группах, и играют в других местах, и зарабатывают жизнь Другими музыкантами Ну, давайте, спасибо огромное, Армен Спасибо Армену, да, действительно, предлагаю послушать всю такую эту песню, да? Да, да, уже... И работанную Один раз послушать, чем несколько раз послушать все Десять лет назад она была написана, доработана, и вот спустя в 2017 году, в год столетия Великой Октябрьской революции, мы, значит, можем послушать песню, которая написана к празднику, я так понимаю, как раз она сегодня у нас будет Да, она посвящается Сегодня у нас будет... это примерный жабак? Да, 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 да Радио Ванн, очередная премьера Это надо же, пример с пустыми руками пришел Ну, вот мы с ним разберемся Давайте, я на эфир, давайте Как песня называется? Айзимбург Айзимбург в эфире Радио Ванн Слушаем внимательно Доброе утро Ну что, отлично? Да, 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 забольно С драйвом Так что, я думаю, песня не очень старая на большую жизнь и, в общем-то, может даже появиться в какой-нибудь саундтреке, да, к фильму определенно Ну, я так думаю, что... Да, клип будет Но я не забудет ли? Конечно, будет, ну... Летом приходи, как говори Да, да, ясно Спасибо большое, Армен Спасибо большое Удачи тебе Удачи Альбому твоему Песня вот уже прозвучала, я думаю, она будет звучать в нашем эфире достаточно часто Да А тебе успехов Спасибо Успехов тебе и огромному вашему составу И с наступающим праздником Спасибо Спасибо Удачи Ну что ж, друзья А мы прямо сейчас уходим на рекламу Доброе утро Доброе Спасибо